Уважаемые господицы! Уважаемые господа! Уважаемые господицы! 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 К Rancher the city! Это нарочно, так сказать, принцип брейх workforce вот здесь она сформулирована Это, так сказать, портрет Уильяма Окхам А.. звали линейм, он был монах домениканец родился он городе Окхам который находится посредине между Оксфордом и Гефринчем он сформулировал Дею, которая есть в принципе, приводится на самом деле вирус. Не следует вводить сущности без власти, без явной для такого необходимости. То есть сущность была одна, она была понятна, там есть электроны. И вот там были были холоны, спирионы, композитные фермионы и прочее. И вот этот вот принцип, пока не вводить новых сущностей без особой необходимости, нарушался вне милосердных различных работ по восхитикам и сверхпроводимости. Поэтому здесь стояла, обычно, так сказать, появлялась вещь, она снова появилась. Одной из целей, как в моих восьми предыдущих нагляд, было то, что было сформулировано с цепионом Африканским. Но конфаген должен быть разрушен. Я думаю, что сейчас он разрушен, это будет видно, так сказать, из дальнейшего направления. Вот начнем с фазовой диаграммы. То есть существует целое количество всяких фазовых диаграмм, в которых есть, естественно, вот две пульсерсти, абсциссы и аббинар. По одной из наси обычно складывается температура, а вот по второй, наверное, говорится, ничего не откладывается. Вот, так сказать, пишут просто слова. На другой стоят какие-то реальные цифры. И вот суть создает то, что я сейчас покажу, что на самом деле вот эти цифры, стоящие здесь, имеют ни малейшего отношения к тому, чем они называются. То есть никакого допинга, так сказать, здесь нет. Что такое допинг? Это, скажем, полупроводники. Есть у нас какая-то зонная структура, мы вводим примеси, и вот электронные, и эти дырки попадают в уже готовые некий, так сказать, спектр, ну и там в какой-то количестве скапливаются. И тогда мы можем понять, сколько, какова, так сказать, концентрация носителя. Спросятся простой вопрос. А как, собственно, вот, вот, есть даже как в верхней картинке? Вот еще одна покрасившая. А вот спрашивается вот, как же, так сказать, в каким-то определенным цифрам, каким же образом, вот, так сказать, нанесены данные по сверху родительности, ну то, что первые, первые, старые, что это вот, ладно, полоски. Что это отличает? Как определялась концентрация? Скажем, в сверху родительнике меряем критическую температуру. Спрашивается, как люди при этом определили, к какой концентрации деппинга относится это, собственно, так сказать, к температуре. Это самая, к физической температуре. Способ был пример примитивен до, так сказать, реальности. Вот, вместе с некими людьми, у нас в основном исследует единственное соединение лонтан-стронция с примесью стронция-лонтан-стронция-купра О4, так сказать, вот эти цифры, которые там были нарисованы, и в них, в смысле, отмечали количество стронция, введённое в лонтан-кл. 2ху-пра О4, который был, до этого, диэлектриком, а потом при внесении лонтана стал, так сказать... И вот эти цифры отмечали в этом смысле, так сказать, количество атома стронция, введённое... Но он стал универсальным, он никуда стронция не вносит, так сказать, и вообще ничего с этим не делают. Так вот, способ определения концентрации, если вы измерите, то очень простой, есть такая формула, вот если вы знаете ТЦ, можно теперь догадаться, слева или справа, по-моему, ТЦ, то есть это то, что называется андотопин, или локодопин, передопин, нетодопин, после этого вы по этой формуле определяете ТЦ, определяете концентрацию, и у нас получается опыск любительского. Вот мы наблюдали себя в магнитах, это целый было такое, при таком-то количестве, при таком-то концентрации носителей, ну и все остальные измерения в нормальном состоянии, мы тоже говорили, что мы наблюдали такое, сопротивление такое, то есть магнитный восприимчивость, вот при такой концентрации носителей. А эта концентрация носителей была предназначена вот таким способом. Спрашивается, нет ни более разумных способов определить концентрацию, все-таки. Но один из самых простых способов определить концентрацию, это так называемое оптическое правило судьбы. То есть мы интегрируем, знаете, промерли, проводим несколько функций частоты, проинтегируемое, что, как говорится, не дано нам, дано нам ощущение, дано, так сказать, восприятие. И проинтегрируемое по всему, мы просто получим, так сказать, число, полное число электронов, которые существуют, так сказать, если это литий, то, значит, тройку получим, если это, то есть тройку получим, если это соответствующее. Но есть ограниченное правило судьбы, которое показывает нам, вот, сколько носителей находится в интервале от нуля на ней приборной, если вы проведете гримой, вот, так сказать, здесь, если вы проведете гримой, то чистоту. Но это, на самом деле, не совсем число носителей, и хорошо им пользоваться нельзя. Ну, да, скорее, некая комбинация, так сказать, из М и Н, так называемая, так сказать, оптическая, можно, на пару лет здесь поставить, что хотите, здесь поставить оптическую массу. О, справится, что нам известно про, вот, это, так сказать, оптическое правило. Но является очень давным, но никто больше, начиная с 1991 года, подобные работы не совершил. Есть только вот одна, и это, по-моему, так сказать, если и повторят как-нибудь, но ни на этом веществе, ни на другом, так, возможно, только в Японии. Здесь было промерено отражение, так сказать, вот это вот монтан, у вас, как я делал, монтан, 2,4 струнца, так сказать, струнца. И при довольно большом интервале различных, так сказать, уровней этого самого струнца. Причем меряется только коэффициентное отражение. А нам нужно получить, вы видите, проводимость вообще, чтобы говорить об оптическом правиле суммы или что-то. Но обычно это делается в оптике тем, что меряется в аккорде, так сказать, довольно большой, так сказать, энергии коэффициентное отражение 1, а нам нужно действительно минимую часть получить проводимость. Обычно для этого пишут, так сказать, логариф коэффициентное отражение, для него делают, так сказать, формулы каши, находим мнимую часть, ну и тогда возникают две функции. Но для того, чтобы вроде вещества, так сказать, можно было проделать эту операцию, так сказать, каши, получение, так сказать, из одной функции целых двух, целых двух, необходимо было интегрироваться, и здесь было, так сказать, промерено, вот для такого количества вот, так сказать, с десяток, или даже больше различных, так сказать, концентраций Стронца, промерили до 40 электронов вольт. И вот получили. Ну вот видно, что действительно при, так сказать, лотан, при нулевой концентрации Стронца, это только приличный, ну, я не знаю, как его называют, диэрект, электропроводник, но вполне приличный, так сказать, щелью, порядка 1 электронов вольта, довольно большой щелью, в общем, для маленьких, так сказать, ну, вот. Но постепенно видно, что, начиная уже с концентрации, ну, того, что называют слово «концентрация», ну, то есть, по крайней мере, с концентрации Стронца, там порядка 0,6, а вот 0,10, тем более, вообще не остается никаких следов щель и никакого, так сказать, ничего общего с тем, что существует в нем как диэрект. И допингом тогда, как говорится, вот заливаем постепенно щелью, если не остаются, мы заливаем, если не остаются, мы заливаем, не остаются. Здесь ни о каком допинге речи не может. И вот видно, что в действительности концентрации Стронца и вот там, но это тоже нет, это, у столка, там, приятия, а может, вот лучше так, вот так она должна была расти, здесь она прямо пропорциональной концентрации Стронца, она видит, что она очень резко при малых концентрация подрастает, потом почти не меняется, а в облах, она должна увеличиться, она вообще даже падает. Но это не единственное, так сказать, измерение. Вы, по-любому, здесь написано, так сказать, сравнение наших расчетов, которые мы проводили и так далее, которые показывают хорошее согласие просто с тем. Вот есть довольно тоже подробные измерения. Это вот само оптическое правило СУП, вот для, так сказать, недопированного, оптимально допированного и передопированного вещества. Ну, здесь другие вопросы исследовать, так сказать, и в зависимости от правила СУП, ну, не важно, важно, так сказать, к чему он приходит, так сказать, в конечном итоге. Ну, например, вот, так сказать, если мы пользуемся вот этой формулой и посмотрим на, так сказать, число, количество, на концентрацию, скажем, недопированного и передопированного, так, то мы можем, так сказать, посчитать, насколько вам отличаться, так сказать, концентрация, полученная, так сказать, вот по этой формуле, между, так сказать, она должна отличаться в два раза. Если мы на самом деле передопированным и оптимально допированным, в основном, мы видим, что они просто родны друг к другу, они в два раза отличаются. Та же самая ситуация была померена для другого вещества в работах Ван дер Марла. Здесь, опять же, нарисована зависимость этой, так сказать, правила СУП от температуры, и снизу температуры, вот. Но, опять же, если мы сравним, вот, так сказать, передопирование с недопированным, то отношение концентрации должно быть в два раза больше. На самом деле, правила СУП показывает, что у нас принята, так сказать, концентрация. То есть никакого допирования в этом смысле не существует, по крайней мере, начиная с очень малых добавленных концентраций. Есть сменительство из так называемого апреса, то есть, что надо концентрация, так сказать, на самом деле. Вот тут есть некая... Сейчас я лучше куда-нибудь... Вот она, как-то. Вот здесь померена вещь, которую, ну, называют... По верхности света нехорошо, потому что вблизи нее, в проекте к измерению, довольно, так сказать, большое запухание участить, но гораздо меньше, чем, вот, скажем, вот, просто только квадрат, разделим на двое и получим н, то есть она на порядке будет меньше. То есть, имеется, так сказать, некая вот... Видно, что допирование, если и существует, то это вот не то звездо, которое нам говорят, что допирование идет от нуля, так сказать, там, 0-25, а если и есть какой-то размер, то это вот маленький кусочек, который, ну, в общем, меньше дало, чем единица, так сказать, чем единица минус x, а не просто x. То есть, вот эта легенда, к сожалению, сохраняется и до сих пор. И на этой легенде построено было огромное число теорий высокотемпературных сверхпроводников, из которых, ну, наверное, так сказать, основанных на модели Хаббарда, в которых строились порпытки, объяснить свойства сверхпроводника, в том числе включая его ТЦ и многие другие свойства, исходя из того, что у нас есть вот заряженные носители, это концентрация незаряженных носителей радикально меняется, так сказать, от нуля до, скажем, 0-3, и вот что происходит с взаимодействием между электронным взаимодействием кулоновским, еще с чем-то, вот в такой системе с таким вот сильным изменением концентрации носителей. Но на самом деле никакого, так сказать, реально изменения концентрации носителей, по крайней мере, так сказать, в низкой энергетической области ничего не происходит. То есть эта система, так сказать, в общем, если происходит вне что-то, то происходит в довольно узкой области. Ну, вот здесь вот нарисованы, так сказать, картинки того, как считают. Ну, важно то же, более того же, вот здесь нарисована зависимость теплоемкости, как функция температуры, но не сама теплоемкость, а деленная еще одна температура. То есть в обычном нормальном, так сказать, электронном или в любой сверху системе эта величина, грамма, деленная на Т, должна выходить на константу. Вот мы видим здесь, так сказать, вот эти вот штуки меняются, так сказать, от сильно переда первого, сильно переда первого, но видно, что уже при 120 градусах они выходят, так сказать, на некую одну и ту же плотность состояния. То есть на самом деле ничего серьезного с концентрацией носителей, с плотностью состояния на поверхности, вблизи поверхности фермия, если она есть, то она очень, так сказать, на малом энергетическом масштабе, что вот уже при 120 градусах фактически они приходят к одному. Да, еще одна побытая вещь, вот это изменение коэффициента Холла, которое меняется там на 40 что-ли процентов, что всегда служит доказательству тому, что что-то очень необычное, так сказать, происходит, если коэффициент Холла меняется там на 40 процентов. Вот как-то хорошо бы вспомнить, что в алюминии концентрация носителей, если не умерить по коэффициенту Холла, от гелия до комнаты меняется на три порядка. То есть концентрация носителей у алюминия, так сказать, три тысячных при гелии, число электронов, а при, так сказать, комнате, она равна тройке, ровно инвалентности, так сказать, алюминия. Это, так сказать, технистика, которая еще может вспомнить еще раз. Ну вот, мы здесь показываем, что она скоростью тоже, вблизи поверхности фермы со скоростью, на самом деле, тоже практически ничего не происходит, то есть вот здесь куча, там не имеется, что сказать, всякие изменения. Это геатка. Ну и видно, что при, так сказать, низких, там где-то ничего со скоростью, то есть терминовые массы при малых энергиях не происходит. Ну, происходит какие-то слова, они при разной немножко энергии меняются, но там где-то, так сказать, меняется взаимодействие порода. Вот теперь, что известно, как я уже сказал, что теперь хорошо стало известно, что ни холодные, ни спинонные, ни композитные фермерные и прочие терпики здесь не участвовали в этой фермерной жизни. Откуда это стало известно? Это стало известно буквально в последние годы, это работы 2008-2010-х годов. А как это произошло? Очень по-моему, с той причиной произошло. К сожалению, финансирование всех работ в высокотемпературной сферопроводимости существенно уменьшилось. Существенно уменьшилось, так сказать, государственные субсидии на, так сказать, изуследовать высокотемпературную сферопроводимость. И, к счастью, оказалось после этого, что разобраться в том, что такое высокотемпературная сферопроводимость, после этого стало гораздо проще и яснее. Поскольку никто не хотел резать золотую курицу, несущую яйца, если она зараза перестала нести яйца, то что дальше с ней тянуть? Вот, здесь нарисованы работы, которые, так сказать, первые, то есть сделано то, что, как говорится, давно полагалось бы сделать и понять. Здесь нарисовано, так сказать, измерение с помощью дегаза банального. В сверхвысокотемпературном сверхпроводнике достаточно снизить, так сказать, критическую температуру сверхпроводящего перехода. Поскольку, когда это 90 градусов, то дегаз он может померить трудно. Это, так сказать, можно померить только в нормальном состоянии, а мерить можно дегаз банальный только при нескольких температурах, его надо задавить. А здесь ничего дарить особо не нужно. Вот, аж порядка 60 Тесла, ну, так сказать, сверхпроводимый сзакуй дарит. И стандартный мерил, так сказать, осцилляции дегаз банального и выдаст эффектную поверхность. Видно, что это просто прекрасный груз. Почти, как у свободных электронов, ну, масса его, так сказать, не равна массе свободного электрона. Более того, опять же, когда поснили. И сам я уже сказал, по какой причине. Вот. Было померено не только, так сказать, вот здесь вот перед оперированным, но вот было померено, так сказать, в сверхпроводнике. Я думаю, по-моему, другая немножко работа. Ну, не важно. Причем не я, который тоже, так сказать, достаточно. Я думаю, по-моему, так сказать, в нашей ИБАКУ с концентрацией кислороза на 65. Ну, а где-то тоже довольно низкая температура. И чтобы померено, так сказать, вот здесь и здесь. И было видно, что вот здесь мы имеем вот хорошую поверхность сферы, которая почти друг, блестящий фокусор, с таким малым затуханием. А вот когда мы добирались подъездить, мы видим вот такой вот кусочек поверхности сферов. Ну, и еще пару картинок отсюда пока нет. То есть это, а вот, как говорится, как умеют сдаваться арги, не поднимая белых флагов. Вот это, как сказать, некий обзор судьбы чакра Мартии одного из тех людей, кто, пожалуй, ну, может, не больше всех, но уж явно не меньше всех нарушал, так сказать, правила. Это, так сказать, брифную аркаду. И вот теперь, так сказать, после этих вот работ, я еще несколько из них покажу, вот что он пишет. До 2007 года вопрос о том, можно, для этого, является, в общем, можно поставить простой вопрос, является ли нормальное состояние, так сказать, восхитопертового сверхпорняков первой живости. До 2007 года такой вопрос был, по крайней мере, юридическим и дурацким. Ну, это тоже часто полагало, так сказать, то, что судьи Петра Мартии, который непременно член экспертных советов National Science Foundation и прочих, то, как говорится, если он считал, что еретический и дурацкий, то не очень человека тянуло занятие этим дурацким и еретическим делом. А вот, что он здесь пишет? Что на самом деле... Задал вопрос, который я задавал ему когда-то раньше. Надо с другой стороны поймать. То, что уже все верили, что передопированный – это просто фирмная жидкость. Ну, давайте мы будем опускаться туда, обратно, правда, непонятно по такому параметру, как я объяснил, но все-таки мы будем идти туда, так сказать, в оптимальном это первой, в еретом это первой. Ну, что произойдет? Он, наконец, задал себе вопрос, так сказать, и гражданин Чакова. Ну, и что он отвечает? Ну, что это... Не может ли развод быть, так сказать, фирмная жидкость, если мы используем, так сказать, приближаемся к Мордовскому режиму? Ну, не парадоксально, но вот и так. И мы должны принять, что в действительности система является фирмной жидкостью в самом сердце диэлектрического Мордовского режима. И что это, в общем, весь возврат наше последнее. Вот это понятие, что мы имеем фирмную жидкость – это, так сказать, рывок в постмодернизм. Я плохо понимаю, что это постмодернизм, но все-таки, так сказать, обычные стандарты металла и фирмная жидкость – это все-таки не лающие гулики, не ценующиеся милиционеры. Поэтому это, в общем, скорее не постмодернизм, а возвращение к незамутненным истокам реализма. Женя, по-моему, было у этого удары, а не у изображений? Правда, тоже. Не-не, это пощечинам. По-моему, это пощечинам. Это пощечинам. В общем, ладно. Он изящен здесь, но выражался. Вот, теперь что здесь сказано? Опять же, померили, так сказать… Прорыв. Это удар. Померили, рыбка, и убедились по дегазоанатическим ассилляциям, убедились, что распределение, так сказать, квазичастиц, квазичастичного подбуждения управляется фермен-тиракторской статистикой, и эта система является лантауферменом, принадлежит фермен-выкан-зиллу. Вот еще одно. Так, ну вот, так. Но вот здесь, это сам Чараватти признал, показывает, как… Вот сейчас, пожалуй, я… Ну вот, просто чуть-чуть вперед. Нет, не удастся. Ладно, опять. Так вот, что на самом деле видят? Видят следующее. Вот. Ну, прежде всего, вот, так сказать, имеется эта система, которую я нарисовал. Здесь вот период ее нарисован. Вот, сначала мы имеем круг. Потом у нас появляются вот такие вот вещи. И потом, при следующем примечении допируем, у нас… Раньше говорили, что, так сказать, вот здесь вот остается некая экспертность. Называется арк. Арками их называли фермен-арками. А вот здесь существует то, что называется… Есть такое слово, которое… Я всегда раньше настояло в разделе «чего мы не знаем». Это, так называемое, псевдо-щели. Так вот, нет никакой псевдо-щели. Померла на собственном… Легкой смертью это понятие. И ни танцев, ни песно… Не, так сказать… Легки по этому поводу тоже не происходят. То есть, вместо псевдо-щели, которые раньше видят. Здесь, на самом деле, возникают вот здесь вот дырочные карманы, так сказать… Электронные карманы, которые видят просто осцилляции, так сказать, в электронных карманах. С малыми очень поверхностями фермен. И вот для того, чтобы всё это видно, как было сказано, я буду повторять, так сказать, заявление Чакраварти, то вот это вот понятное проявление к постмодернизму или к постмодернизму понадобились необыкновенно чистые вещества. Потому что, вот там сам Чакраварти посчитал, вот, расчёты ферменов, верностей, которые посчитал сам Чакраварти, из чего исходит. И почему-то фермен же есть. Потому что возникла вот такое вот появление, так сказать, вот этих дырочных поверхностей ферменов и электронных, происходит, если мы, так сказать, давно известны, так сказать, теорией когда-то Юра занимался этим вопросом, если мы будем вводить некие, так сказать, изображения решётки, или точнее, здесь довольно специфические, так сказать, волны зарядовой плотности, хотя, в общем, это, так сказать, проистолические вещи. То есть, просто нам, в обычную ферму, жидкостью, подействующую, так сказать, не очень сильно, мы накладываем дополнительно, меняем период решётки, за счёт возникновения различного рода, так сказать, волны зарядовой плотности, и это всё разделяется и рассыпается вот на такие вещи. Причём, если ввести, так сказать, некую долю неупорядочения, то мгновенно у нас, прежде всего, вот здесь вот, очень чисто видны, так сказать, при расчёте, если мы рисуем эти самые дырочные, видны электронные. Но, как только мы вносим, так сказать, туда грязь, на самом деле, то вот, вначале исчезают какие-то себе дырки электронные, такие вот, так сказать, узкие поверхности фермы, а потом начинают помещаться вот эти вот, так сказать, радиус, генеральный сардамины этих вот, так сказать, дырочных верных поверхностей. Но здесь ещё одна экспериментальная работа, в которой чётко и ясно написано, что ни холонов, ни спинонов, ни, так сказать, тромпозитных фермионов ничего нет, что взаимодействующие класси-частицы в этих соединениях, так сказать, ввенут себя как обычные стандарты спины, так сказать. То есть это не только личные электронные модулищи зарядки, спины. Ну, дальше, так сказать, я не буду подробно рассказывать, вот, физику несколько энергетическую, которые были проверены, да, во всяких измерениях, так сказать, оптические и прочее. И вот, так сказать, степик можно описать с помощью общённых, может быть, труда. И здесь входит, так сказать, специально плотное взаимодействие с этими промежуточными бозонами. Что они себя представляют? Ну, вот здесь, опять, нарисованы картинки. Ну, вот здесь показано, довольно тоже старый наш элементарь, но с 2-го года. Вот здесь имеются экспериментальные данные по, так сказать, величии, вот, скорости релаксации, да, правда, мы увидели релаксации, так? Экспериментальные данные. Вот, возникающие стоминики, хорошо известно, здесь было. Были времена бородинальной теории фермерной жительсти. А вот что получается, если честно, посчитать с древней релаксацией, с фонодами, в которых в качестве функции Лиарберга в цикле реальной плотности, взять, так сказать, плотное состояние фонодов, и положить в неё некую константу, которую мы посчитать не можем, которая должна быть под константами плот фонодной связи. Ну, и вот то же самое, я не могу, сделано, вот этот вот расчётный эксперимент. Ну, и дальше, так сказать. Ну, дальше, на самом деле, то, что в Аркесе, так сказать, померили, выточили из них то, что называется собственную энергию электронов, и убедились, что все эти особенности чётко отмечают, так сказать, известным из эксперимента фоновым частотам. Роман Акин. Ну, это я уж не буду рисовать. Как умудряются западные товарищи, руководимые бывшим нашим молодым человеком Диме Басовым, когда они решают обратную задачу из лечения, так сказать, функции Лиарберга, которая здесь включена, по определенной положительной, а вот из-за знания как бы собственной энергетической части, то есть решают некорректно поставленную задачу, но не по Андрею Николаевичу Тихонову. В результате, в ответе, получается, так сказать, решение некорректной задачи, решение некорректно решают, получается, что полученный ответ, так сказать, для абсолютно повалительной функции, они еще позволят себе ассоциироваться хотя бы отрицательной энергии. Ну, здесь, так сказать, доказательство того, на самом деле, что, так сказать, никакие спиновые возбуждения привести к этим шуточкам не мог. Говорил, где-то интересные две статьи. Вот первая статья, группа, ну и многие известные, Кирилл Собра Экли, вот они написали, что вот этот вот часто употребляют спин-1 нейтронный резонанс не может никак обвязать электронные аномалии в ратекс и отродниках. Ну, те основные-то проявляют оптики. Ну, вот есть работа в другой группе, уже с известными людьми, вот, так сказать, товарищ Чубуков, бывший наш, товарищ Сторман, который заменил на простую директора теоретиков, Владимира Алексеевича Абликосова. Так вот, они говорят, что не все может объяснить. Вот в этих двух группах обсуждали теоретики, одни и те же экспериментальные данные. Более-менее пользуются одними те же формулами, чтобы вытащить константу связи, так сказать, с этими возбудениями. Вот это опубликовано в одном номере физроглесс. Разница, так сказать, в константе связи, которая извлечена, из одних и тех же, так сказать, экспериментов, в одни и тех же формулах возникает на три порядка. Но вот, у нас теперь доказательство того, что не может просто по определению, так сказать, есть эта самая модель со спинами возбуждениями. То есть видно, что эти особенности, аномалии, которые введены по опции, в социальной энергии, парфессу, они константу связи, так что мы себе порядка единицы. А если мы вот рассмотрим памятения, который, так сказать, описывает взаимодействие электронного со спинами, спинами к реплации, то поскольку мы знаем, что вот эта константа связи в простейшем приближении к реплесте, квадрат, делённый на пункт, мы делаем возле на Т, делённый на пункт, где будет, так сказать, константа взаимодействия Кулановской на одном узле. Так вот, если мы эту константу подставим в рябле, и от, так сказать, её обезразмерим, куда ты ее делаешь? Ну, не будет. Ну, ладно. На этаже, то мы получим константу связи в порядке. Ну, она отличается на порядок как от работы АФ, она больше, чем у АФ на порядок, и на порядок меньше, чем то, что получено в работе в норме. Ну, и последний картин, который я хочу показать, вот последняя картинка тоже, ну, это 2003 год впервые, но сейчас ещё точнее, всё это стандартный сверхпроводник типа, так сказать, Барлингупер-Шлипов, Боголюмов и Теляр. Потому что вот здесь нарисована, так сказать, Е-Ат-К, Е-Ат-К, которая померена, вот они, померены, эти Е-Ат-К. Здесь написано, с перебирательной прописом на частичные функции Гейна в состоянии, вот, Бакашевском, так? Да. Николич, Барлингупер. Но она, так сказать, это не Бакашевская, она боголюбовая Ильяна. То есть здесь, у этой самой, так сказать, сирочной энергии, здесь вот щель, есть затухание. И построили вот функции УАХ, здесь, вот они внизу, которые видно, что они прекрасно довлетворяют, так сказать, У квадрат плюс В квадрат, а в единице, это вот серенькие наверху. И вот, вот так себя ведёт У, как функция К, видно, так сказать, функция ВАТ-К, которые в точности описываются, так сказать, у равных формулами Боголюбова с единственным учётом, которого Боголюбова не было, чтобы, так сказать, нам необходимо сюда вот загнать, ещё всё-таки, так сказать, за духака, который вот, известный стилей Илья Женкович получил. Ну, и за причинами. Мы его можем прочитать с собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАКПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой же реактивный собой степературный сектор, а если у одного будет 120, а у одного будет 90? а есть те, которые действуют, в этом смысле мы не знаем, что не можем. Но что есть вопросы, что возьмем информацию, с которой средние информационные частоты порядка 800 градусов кермина, и поставим формулу ВКШ с константной связью порядка единиц, мы получим чуть побольше, чем то, что на деле. Грубо говоря, он механизм тоже? Грубо говоря, да, а деталей, верно, очень много. Грубо говоря, гораздо больше, потому что больше вероятностей. Когда у вас есть 10 и 6, а когда у вас есть 120 и 10, то в общем, так сказать, вариантов нужно много, чтобы почему-либо из одного и того же механизма сточить из 120, так сказать, до 10, то есть это порядок, когда там всего, так сказать, 100 процентов менялось. Это экспоненциальная зависимость. и не буду мучиться. Если продолжить ответы на ваши вопросы, то бы я воспользовался бесказанным суверением В. Николаевича Ельцова, и я бы показал, что оппозитные, фермионы, такие холодные, запрещены. И это похоже так. Это давно можно понять, чем скорейность. Но еще, честно говоря, все, что разрешено, разрешено. Как разрешено, то еще и много. А не то, что он. А не только движение. Женя, камни в своем ходе. Ага. Лена, скажите, пожалуйста, вот мы надаппированы в области, если мы посмотрим на эксперименты, там, и на температуру зависит, да, воспринимать магнитную температуру зависит падает, и говорят, объяснение в литературе обычно, что это уменьшает плотное состояние. Так вот в Вашем представлении сейчас надо уменьшать среду, если нет, все еще и нет. Я, может, просто не раз слышу. Начало Вашего вопроса, что меряется? А, значит, например, магнитная восприимчивость, или сдвигная, в шелрочном объеме, да? Магнитная восприимчивость, я отвечаю, магнитная восприимчивость, недадаппированная по сравнению с дадаппированным, отличается, ну, там, на сорок процентов. То есть в плечи. И температурное то же самое, так сказать, температурная, так сказать, магнитная восприимчивость, когда она меняется, так сказать, там, на 20-30 процентов, это, в общем, довольно стандартное явление в металле, ну, скажем так, не очень, так сказать, не очень простых металлов, где, когда есть зоны, полу, еще, ничего, так сказать, там, мистического, в смысле, нет. Я Вас правильно поняла, что это не означает, что плотное состояние уменьшается с температурой. Я, так, давайте так и говорим, я показал, скажем, на примере не магнитное восприимчивость, а эксперименты по теплоеменности, что действительно, так сказать, до 120 градусов, так сказать, у нас существенно отличается то, что мы назовем плотностью состояния. Оно существенно отличается не в разы, а, скажем, 30 процентов запросто. Но, вот, что конкретно происходит, это занятие, которым серьезно надо заниматься не разговорами, а, так сказать, исходя из того, почему, так сказать, какие там возникают дополнительные, так сказать, упоряточения, типа там, учетверения периода, которые приводят к мелким... Вот, в алюминии я Вам привожу к рассидению, в алюминии с плотностью состояния, если померяем на теплоемкости, но там не принесли температуру, ничего существенного не происходит. Но с точки зрения, скажем, коэффициента холма, алюминий – это просто, ну, очень слабо адаптированный полупроводник. И ситуация тривиальная, потому что сфера из трех электронов в алюминии попадает прямо на 12 плоскостей, которые вот для его ДЦК структуры есть. И вот из-за взаимодействия электронная поверхность сферы алюминия целиком состоит из небольших кусочков вот таких электронных, и вот таких, не могу уже палить эту руку, и дырочных. И когда мы считаем или меряем холм, то у нас идет почти полная конперсация, так сказать, между электронными и дырочными состояниями. То же самое, скорее всего, происходит в ОТСП, когда мы меряем какие-то вещи, когда мы знаем теперь из этих экспериментов, что у нас, так сказать, не та простая, так сказать, структура, которые мы привыкли, так сказать, там, пирогскид, так сказать, не искаженный пирогскид, а там появляется, так сказать, не во-первых он больше, а во-первых он меньше, появляется куча дополнительных, так сказать, кристаллических, так сказать, векторов обратной решетки, которые влияют на, так сказать, спектр. И в зависимости от того, насколько сильно они влияют, как они влияют на разные, на фоблоски, я вам говорю, что то, что фоблоски, надо думать, дороги Богу, даже если все в порядке. Спасибо. Еще один вопрос, если можно. Вот для антиферромагнетика, который родительский, да, там все-таки мои спины, вот меряем сплинчивость, а спины одной второй не видим. Вот, к Вашему пониманию, почему там, в общем, реального спина… Потому что это не Дерковский антиферромагнетик. А что? Это зонный антиферромагнетик, в котором вашим спинам вовсе не оказывается. Из-за чего? То есть, ну, так. Ну, что называется фоблоскин? Ну, называем это, например, я так сказать, сколько, какова анамагниченность, так сказать, ну, или рамболь, так сказать, но, какова анамагниченность подрещетки, когда, так сказать, электроны, телосоставные дизель, амплитуда, она может быть, ну, вовсе не одной второй, а, как говорится, больше трудно, чем одна вторая, но меньше она может быть всегда. Лучше сегодня отвечать после. Можно. Подробно сделать. Красиво. Что случилось? Можно задать вопрос? Не грамотно. В вашем докладе совершенно отсутствовало слово «сэндвич», как любимый Генбург. Ну, а в этом, как он идет, в этом внешнем смысле сэндвич, это соединение, так сказать, слоисты, ну, это, без народной космоси. А по всему это попадает. В зависимости от разных, то есть, если чёрт от чего, это, в общем-то, сэндвич как был, просто от этого сэндвич есть, то есть, ничего нельзя делать на то время. Нет, это не совсем так, потому что выработал Розович, который делал на 100 бетиш, берет две системы, которые не та, не другая, не серву проводят, а где он сэндвич? А что, Дмитрий Петрович? Забывайте на то время. У меня там не меняет, но, если бы, и блокам, не будет повышать. Так, нет большого вопроса? Тогда ещё раз поздравляю. А вот у нас заключительный доклад. Надежда Васильевича, Дмитрий Петрович, я бы тоже был в этом году в обещании сэндвич, а я бы сам был в этом году. Уваживайся. Я бы что.